В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. В этом выпуске мы обсудим. Как Израиль пытается вбить клин между Россией и Ираном? Что предложил еврейский премьер Нетаньяху Путину в обмен на вытеснение Тегерана из большой политики? Почему еврейская армия боится вступать в бой с проиранскими отрядами Хизбаллы? Руслан Рязанов задает вопрос. Здравствуйте, Константин. В Москву недавно наведался премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Что ему у нас надо? Наверное, хочет узнать, вводит ли Россия дружбу с Ираном. Или хочет поговорить о роли России в сирийском конфликте? Кстати, примерно в это же время во Владивосток зашел иранский военный корабль. Вопрос, совпадение ли это? Да, и еще вопрос на эту же тему пришел. Зачем Путин так часто встречается с еврейским премьером? За последний год раз в пять, наверное, уже встречались. О чем с евреями можно договариваться? Весь мир знает, что они все равно обманут. А мы, русские, на собственном печальном опыте знаем это лучше всех, наверное. Турки и те надежнее. А еще лучше персы, Иран. Им все равно деваться некуда. По неволе будут нашими союзниками. Ну, не знаю, не знаю. Так же, как, кстати говоря, насчет визита иранского военного корабля во Владивосток. Я тоже ничего не слышал. А вот что было, действительно, 9 марта иранские военные корабли зашли с визитом в Махачкалу, в Дагестан. То есть, по Каспийскому морю целый отряд иранских военных кораблей зашел. И там состоялись вполне себе официальные мероприятия. Ну, а что касается визита еврейского премьера Бениамина Нетаньяха. Он тоже состоялся 9 мая. Ну, действительно, как на работу бедолага ездит последние полтора года в Кремль. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И главное, главное, вот оцените юмор ситуации. Ну, все же знают, что Россия находится в международной изоляции. Ну, все вообще, любой нормальный, прогрессивный, широко мыслящий демократ в курсе, что Россия с ее порванной в клочья экономикой, она находится в международной изоляции. И все цивилизованное человечество нас дружно осуждает и коллективно бойкотирует. А вот, понимаешь, еврейский премьер Эрдоган приехал. Да это, немец, немец, этот министр иностранных дел Германии тоже, тоже ведь тут побывал. Но, в то же время примерно, ну, наверное, не цивилизованные просто люди. Ну, что, собственно говоря, там, этот, евреи, турки, Восток, дикие люди, что с них, типа, взять, да? Вот только странно, что цивилизованные немцы как-то туда затесались. Ну, ладно, это все шутки, конечно. А вот, если говорить серьезно, то в этот приезд Нетаньяху большая часть средств массовой информации, там, разного рода политологов, аналитиков, экспертов, довольно быстро сошлась во мнении, что Нетаньяху страстно хочет именно вбить клин между Россией и Ираном. Для того и приехал. Сделать он это хочет под лозунгом «Шиитский терроризм не менее опасен, чем Суницкий». И евреи хотят получить от Кремля гарантии, что после победы Асада, после победы в Сирии Асада, ну, читай, победы Путина, «Иран и Хизбалла не останутся на территории Сирии, и она не превратится в плацдарм для вооруженной шиитской экспансии на Ближнем Востоке». Но евреи народ не глупый, и они не зря боятся. Дело в том, что с момента создания государства Израиль, единственная война, которую они вчистую проиграли, это война 2006 года в Южном Ливане против боевиков Хизбаллы, против шиитского ополчения, против шиитских партизан. И это, кстати говоря, стало началом серьезных проблем для Израиля, проблем как внешнеполитических, так и проблем внутренних. Но об этом чуть позже. А пока, значит, на встрече с Путиным Нетаньяху сказал следующее. «Укрепление наших отношений с Россией – это судьбоносный фактор для укрепления нашей собственной безопасности, который избавил, укрепление отношений с Россией, избавило российское государство от столкновений на его северных рубежах. В последнее время наблюдается серьезное продвижение в борьбе с радикальным исламским сунитским террором под руководством ИГИЛ и Аль-Каиды. И Россия внесла в это большой вклад». То есть признают, что мы внесли большой вклад. Это как бы первая часть марлезонского балета, первая часть варяжского гостя, еврейского гостя, часть арии. Что вот мы хорошо, да, все замечательно. Но главное это было сказано Нетаньяху во второй части. Он сказал следующее. «Но нам бы не хотелось, чтобы радикальный сунитский террор был бы сменен радикальным шиитским террором под руководством Ирана. У Израиля нет никаких возражений в отношении урегулирования в Сирии. Но мы решительно против того, чтобы в рамках этого соглашения Иран и его марионетки сохранили военное присутствие в Сирии». И вот оцените, так сказать, всю прелесть ситуации. Так же, как вот с Эрдоганом, который приезжал фактически одновременно. Они разве что в дверях не встретились в приемной у Путина. Так же, как с Эрдоганом. Почему Нетаньяху приехал в Москву? А потому что Москва, Россия, сегодня это единственная сила, которая может это обеспечить и гарантировать. Что именно так произойдет. Ни Америка, ни Евросоюз никакой не приведи. Господи, там уже речи об этом не идет. Только Россия реально может это гарантировать. Американцы со всей своей огромной мощью, со всем своим флотом, со всеми своими триллионами долларов, они могут Израилю гарантировать, что Иран не останется в Сирии после победы Асада? И что Ливан не превратится в такую, так сказать, крепость антиизраильскую, передовой плацдарм шиитской экспансии? Трамп может это гарантировать? Да нет, не боже мой. Тем более, что он фактически отсек всякую возможность влиять на Иран политическими методами. Потому что провозгласил его врагом Америки, террористическим государством номер один. И вообще сказал, что он будет пытаться и соглашение, которое по ядерной программе Ирана было заключено отменить, считает это плохой сделкой. А сам по себе Иран нужно сдерживать и отбрасывать. Как при таком подходе можно что-либо гарантировать? А Москва может. Ну, понятно. В общем, Израиль боится не зря, потому что с севера на юг, вот на севере он граничит с Ливаном и с Сирией. Это как раз те районы, которые находятся под контролем шиитских группировок, в первую очередь Хизбаллы. А с севера на юг, весь Израиль, он же вытянут так вот с севера на юг, там, ну, меньше 500 километров. То есть, если Хизбалла получит современное оружие, то весь Израиль будет простреливаться слева направо и справа налево. А это, конечно, катастрофа для них. Катастрофа, потому что до сегодняшнего дня шиитские боевики, они, в общем, не имели более серьезного вооружения, чем противотанковые управляемые ракеты, например. Или вот они делали самодельные «катюши», которые там летели, может быть, на 20, на 30 километров, на 40 километров максимум. Но практически никакой точности они вообще не обеспечивали. То есть, в белый свет, как в копеечку, они летели. Конечно, если теперь в результате сирийской войны, в результате тесных связей с Ираном, Хизбалла получит доступ к современному оружию, для Израиля это будет катастрофа. А предотвратить это может только Москва и никто другой. Вообще, тут нужно иметь в виду еще один момент. Об этом стараются не говорить, но, в общем, те, кто наблюдает за ситуацией вокруг Израиля, они это видят. Израиль слабеет. Израиль слабеет. Государство Израиль возникло на таком, так сказать, могучем пассионарном импульсе сионизма, когда евреи, рассеянные по всему миру, божьим гневом, после страшного преступления, распятия Иисуса Христа, они были рассеяны в народах и почти две тысячи лет пребывали в рассеянии, не имели своего государства. И когда они его получили после Второй мировой войны, это вызвало такой мощный всплеск сионистских, еврейских, патриотических настроений. И этот импульс, он действовал на протяжении десятилетий. Но вот сейчас ясно, что это пассионарный порыв сионистов. Он в значительной мере себя исчерпал за те 78 лет, что Израиль существует. И почти угас. И более того, израильское общество внутри себя оказалось тоже разделенным. Вот все эти процессы, которые происходили в мире и которые были связаны с наступлением этого либерального сатанизма, с попыткой разложить любые нравственные, семейные, государственные ценности, они, несмотря на то, что в значительной части они поддерживались еврейской диаспорой, мировым еврейством, но они отрицательно сказались и на самом еврейском обществе. Оно оказалось тоже расколотым, разобщенным. Сегодня ультрарелигиозные евреи-ортодоксы, иудеи-ортодоксы, они ненавидят светских евреев-атеистов, может быть, не меньше, во всяком случае, чем палестинских террористов. А политические левые евреи-интернационалисты, они яростно сражаются с еврейскими националистами и традиционалистами. Но еще один фактор, который серьезно работает на ослабление Израиля, это коррумпированность и продажность еврейских политиков. За последние 30 лет, если посмотреть, в Тель-Авиве, наверное, не было ни одного премьер-министра, ни одного президента, против которых не выдвигались бы уголовные обвинения. Причем, по большей части, это обвинения в корыстных преступлениях, мошенничества, взятки, дача, получения, какие-то гешефты не вполне законные. Хотя есть и исключения. Вот один из еврейских президентов сидит в тюрьме по обвинению в изнасиловании. Ну, в общем, как бы то ни было, вот эти внутренние сложности в Израиле, они очень серьезно осложняют, по большому счету, для еврейских политиков. И, кстати говоря, для еврейской диаспоры мировой тоже. Возможность проводить какую-то свою линию. Армия Израиля Цахал, крупнейшая армия на Ближнем Востоке, Израиль вообще является обладателем ядерного оружия, никто в этом уже не сомневается. Около 200 ядерных зарядов есть у них, есть у них и ракеты среднего радиуса действия. То есть весь Ближний Восток, он, в принципе, перекрыт ядерными и еврейскими ракетами. Но, тем не менее, сама по себе армия израильская, она тоже деградирует. Она больна такой, знаете, срамной американской болезнью. А эта американская болезнь в чем заключается? В том, что армия не переносит боевых потерь. Слишком трепетно относятся, понимаете, к себе любимым. Не переносит боевых потерь. Не могут участвовать в кровавой, жестокой контактной схватке, в рубке. Считают, что войну можно выиграть за счет технологического превосходства. Ну, то есть, собственно говоря, все те ошибки, которые привели к деградации американской военной машины, они же существуют и в израильской армии. Вот, чтобы не быть голословным, я скажу, символом этой неумолимой деградации еврейской военной мощи, стал маленький городок Бинт-Джбейль. Там меньше 30 тысяч населения. Он расположен всего в трех километрах от израильско-ливанской границы. Так вот, в 2006 году, во время войны израильско-ливанской, спецназ Цахал на протяжении 28 дней штурмовал этот город, который евреи называли столицей Хизбалы. Вот как рака столица ИГИЛ, а вот Бинт-Джбейль это был, значит, столица Хизбалла, Хизбалы. Но, как потом выяснилось, эту столицу обороняли только 100 шиинских партизан. Но эти 100 боевиков за три дня наиболее ожесточенных боев так потрепали элиту еврейского спецназа. А эта элита, сперва, значит, самонадеянно заявила, что город уже взят и находится под надежным контролем. А потом, вот она, эта элита, а потом, значит, она попала в засаду, а потом потеряла 10 БТР, один танк, 70 человек личного состава, 28 дней, месяц, там, бились лбом, да, израильские спецназовцы об этот городок. А столицу Хизбалы так и не взяли, да, несмотря на огромное численное превосходство и технологическое преимущество. Вот это все нужно иметь в виду, когда мы анализируем визит на Нетаньяху и пытаемся ответить на вопрос, зачем он приезжал и что он хотел. Что касается России, то я думаю, Россия не должна отказываться вести переговоры. Конечно, нужно разговаривать, со всеми нужно разговаривать. И с евреями, и с турками, и с арабами. Со всеми говорить, вежливо, доброжелательно, но при этом, так сказать, иметь в виду свою выгоду и свои интересы. И внимательно следить, чтобы мы не стали на Ближнем Востоке, так сказать, да, орудием в чьих-то руках, чтобы никто не мог нами манипулировать, чтобы те договоренности и те шаги, которые мы предпринимаем, были направлены в первую очередь на защиту наших национальных интересов. Но это не отменяет того факта, что при этом, конечно, возможно и более того, нужны какие-то договоренности. В том числе могут быть договоренности и с Израилем. А почему нет?